И зрители, значит, как сделать лампочку вот такую, вот, ярко горит, для освещения и чтобы, значит, ток не сматывался с неё, чтобы она не брала тока, бестопливная. Для этого вот мы берём, смотрите, вот такой прибор, называется триггер, ну, по-разному, в общем, я называю понижатель напряжения, прибор для понижения напряжения. Вот тут вот фаза 0 подсоединена, вот на этом проводе, а на этом выход. И через этот прибор ставим, значит, напряжение вот такое, 66, видите, число зверя, вот мне там предъявили число зверя. Вот именно число зверя, ну, сейчас чуть больше. То есть при числе зверя, при числе зверя ток не сматывается. Почему это так происходит? Потому что уравновешивается, значит, ток с лампочки и ток с сети. Так, лампочка тоже имеет нагрев небольшой. Токи уравновешиваются, и поэтому ток не сматывается. Вот счётчик стоит. Смотрите, стоит, а лампочка горит, как видите, вот она, горит. Значит так. Ещё для того, чтобы убедиться, что ни счётчик не левый, смерим ещё вот провод. Смерим, значит, амперы, как вот, просят. Видите, по амперам то же самое, 0, 0. То есть расхода нет. Это возможность и правильно применить напряжение. Но не на всём. На большой мощности у меня, вот спрашивали, на большой мощности пока это не выходит. Потому что не успевает. Тут дело это не в том, что ток как бы берётся, он сразу назад отходит. Вот в чём дело. На большой мощности он сразу возьмёт много, а потом назад можно, но очень долго-то надо остановить и ждать долго. То есть по такой схеме, по такой схеме можно осветить, осветить, значит, только небольшую мощность. То есть осветить комнату вот такой лампочкой, допустим. На 12 ватт. Напряжение должно, видите, 3 шестёрки. 666. 666. То есть это заколдованное напряжение как бы на такие цифры. То есть всё понятно, если вопросы есть, пишите. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. Субтитры создавал DimaTorzok